Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео с вами немножко хочу поговорить о том, как научиться рисовать. А точнее, немножко расскажу про свою историю, как я сама лично училась рисовать в свои 16 лет. Если вам это интересно, оставайтесь со мной до конца. Итак, в 16 лет я училась на переводчика референта. Но при этом у меня глубоко сидела очень моя давняя мечта стать дизайнером одежды. Но при этом я вообще не умела рисовать. Ну вот вообще не умела рисовать. Я даже не могла делать какие-то элементарные наброски. Что уж говорить о том, чтобы там правильно держать карандаш в руке. После того, как я закончила свой казахско-турецкий колледж, я пошла работать по своей профессии офис-менеджером со знанием английского языка. При этом я стала очень усиленно готовиться к новому поступлению, а именно на дизайнера одежды. Когда вы поступаете в колледж или в институт, то необходимо сдавать творческие экзамены. Это будет рисунок и это будет живопись. Я очень сильно обрадовалась, когда я нашла себе частного репетитора. При этом я стала к ней ходить на дополнительные занятия. Занятия проходили редко, буквально два раза в месяц. Объясню почему. На тот момент, в 2007 году, один урок стоил 3000 тенге. Для меня это было немножко дороговато. Вы не поверите, я тоже научилась рисовать. Так как мы готовились в первую очередь к творческим экзаменам, поэтому в основном мы с ней рисовали вот такие вот картины. А именно, мы делали натюрморты, мы рисовали геометрические фигуры, мы учились накладывать правильно тени. В общем, в течение где-то года я к ней походила. Когда у меня уже начался мой экзамен в 2008 году, я очень сильно волновалась, переживала. В конечном итоге я их прошла. Я сдала, я взяла максимальные баллы. 25 баллов я взяла по рисунку, это геометрические фигуры. И 25 баллов я взяла по натюрморту, рисовали мы акварелью. После того, как я взяла максимальные баллы, к моему удивлению, я не смогла поступить на грант в мой институт, куда я хотела. И таким образом, мне через какое-то время позвонили и пригласили меня обучаться в колледж на модельера-конструктора. Ну, я решила то, что какая разница, где получать знания, колледж или университет. Я решила, что пойду уж в колледж учиться. И получается, второй раз я закончила тоже колледж. В колледже нас очень усиленно учили, как конструировать, как моделировать. У нас технологии. Поэтому очень большой упор шел все на конструктора, на технолога, но не на модельера, не на дизайнера. Когда на втором курсе мы начали проходить моделирование, нас особо хорошо не учили. И для меня это была катастрофа, потому что я смотрела работы других людей в интернете. И так другие работы. Я понимала, что я совсем не умею рисовать. Но это просто, знаете, как удар по твоему самолюбию. И после второго курса на зимних каникулах, я это прекрасно помню, это был январь-февраль, я взяла книгу в компьютере по рисунку и по конструированию. И там итальянский художник, он показывал свои вот эти вот работы, своих вот моделей. И вы знаете, настолько они все красивые, модные, что я начала, училась перерисовывать его работы себе на листок. Сейчас покажу пару эскизов. Это то, что я делала примерно в 2009 году. Первый рисунок был комом. Там немножко голова у меня побольше получилась. Когда уже ты рисуешь второй эскиз, третий эскиз, четвертый, пятый, десятый, двадцатый, рука настолько уже становится ловкой, и ты уже понимаешь, какая линия идет правильная, какая линия идет неправильная. Тем самым вы уже начинаете, знаете, чувствовать и бумагу, и пропорции, и карандаш, и линии, и тени. Вы все начинаете чувствовать. Почему это все происходит, это практика. Чем больше мы рисуем, тем больше у нас получается навыков в рисунке. Я даже помню, был такой момент в колледже, когда мне женщина-технолог говорила, что Инесс, ну ты уже научилась рисовать. Не надо там прорисовывать глазки, кисти, руки, пальчики, ушки. Не надо это все рисовать. Но я настолько была упорная, что я хотела рисовать абсолютно все. Поэтому я еще дополнительно дома сама сидела, рисовала улыбку, рисовала глазки, уши прорисовывала, очертания женского силуэта. Ну, в общем, сама уже немножко, знаете, вот как анатомию начала изучать. Ну, что-то такое. И вот получается, все это было только плюсом. Потом, в 2011 году, я участвовала в конкурсе молодых дизайнеров. У меня коллекция была гол. Я, конечно, ничего не победила, не выиграла. Но само участие, это уже приятно, это уже было классно. Сейчас покажу пару своих моделек, которые я воплотила в жизнь с эскиза уже в готовую мини-коллекцию. В 2012 году я решилась поехать в Москву на частные курсы к Вячеславу Зайцеву. Для чего мне нужна была эта Москва и эти курсы? Я безумно хотела научиться всем вот этим тонкостям моделирования дизайна одежды. А именно, мне хотелось научиться делать калаш, мне хотелось рисовать. Ну, в общем, знаете, в тот момент просто летала я в каком-то своем творчестве. И получается, я отучилась 3 месяца на вечерних курсах у Вячеслава Зайцева. Я научилась делать очень много чего нового. Я научилась делать коллажи, я научилась делать моделирование на манекене. При этом мы тоже немножко шили, мы делали целинокрайонный рукав с ластовицей. Ну, например, этого мы в колледже не шили. А также по конструированию нас тоже обучали каким-то тонкостям. Почему я вам это все рассказываю? То, что невозможно, чтобы какой-то учитель пришел и научил вас рисовать, и за вас он создавал какие-то шедевры, какие-то эскизы. Я вам советую то, что брать листок бумаги, рисовать, рисовать, рисовать. Только таким образом вы поставите себе руку, и уже сможете чувствовать бумагу и всякие разные линии. На ютюбе есть прекрасный канал Леси Шапель. На ее канале есть очень много классных полезных видео о том, как научиться рисовать, как вдохновляться, и очень много всего интересного. Поэтому, если вы вообще не умеете рисовать, но у вас есть дикое желание, вот я вам советую видео Леси Шапель. Или точно так же просто берите какую-то книгу, какие-то эскизы, и просто рисуйте, 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 и у вас все обязательно получится. Если вы мечтаете стать дизайнером, то у меня на канале есть видео о том, какие шаги нужно предпринимать, чтобы стать классным дизайнером. Также у меня есть видео, как научиться шить. Поэтому проходите дальше по моему каналу. У меня очень много классной полезной информации. Я думаю, вам это все пригодится для вашего творчества. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте мне лайки, пишите мне ваши комментарии, ваше мнение. Мне будет очень приятно все это почитать. Поэтому всем вам хорошего дня, всем хорошего настроения, и всем пока-пока!